Всем добрый вечер! Вчера выложил видео-загадку. Я не думал, что будет такой ажиотаж под видео. Там, в общем, под видео больше, чем 250 комментариев. И это всего за сутки. В том видео я загадал такую загадку, что подгадали год рождения моего папы. В общем, три человека первых, кто отгадал, тому сейчас в этом видео передам привет. Ну, сначала хочу рассказать, были такие смешные года, писали. И писали и 905-й. Это, конечно, страшный год, потому что если мой папа родился в 905-м, а я в 87-м, то посчитайте сами. Был и 1900-й, то есть это тоже невероятный. 19-й, это из самых старых. А еще вот были такие года, то есть я не знаю, о чем люди думали, когда писали такой год. Вот был 80-й год, 1980-й, а я родился в 87-м. И 83-й. Каким образом в таком году мог родиться мой папа? Еще писали вот такой комментарий, что я писал, что я сирота. Ну, на самом деле, я рано остался без родителей, но все равно год рождения у отца есть. Я сначала хотел написать, какой у него возраст, но потом подумал, так как его нету, и возраст остановился, сейчас у него, конечно, был другой возраст, поэтому я решил написать именно год рождения. И правильный ответ – 1924-й. Да, я не ошибаюсь, поэтому я специально сказал так медленно, и могу повторить. Мой папа родился в 1924-м году. Когда родился я, моему папе было 63 года. Так что, есть три победителя. Ну, всего из этих 250 комментариев ответило правильно примерно 8 человек. Ну, первых троих, ну, я не думаю, что кто-то там перечитал комментарии, все сразу, посмотрев видео, начали писать года. И вот первых троих, которых я, я сразу, они нашлись прямо вчера. То есть, я каждый комментарий читал и ставил лайк. Я не писал никому, кто прав, кто не прав, а сразу ставил лайк, и все, и читал следующий комментарий, они быстро-быстро добавлялись. И там мне один подписчик написал, что у него там, ну, то есть, был такой год уже раньше, но это сообщение изменено. И когда я ставил лайк, оно не было изменено, и там был не 24-й год, поэтому я сейчас ему не передам привет. Но еще будут загадки, и пытайтесь задать, и вам тоже будут приветы. В общем, передаю привет. Первый, кто ответил правильно, это Лариса Лора. Лариса Лора, вам привет. Второй человек, который ответил правильно, это канал Птицы как Хобби. Птицы как Хобби, вам привет. И третий, это Богдан ЛБ. Богдан ЛБ, вам тоже привет. А еще хотелось отдельно отметить, за смекалку, это, ну, это еще ребенок, ну, не прям маленький, а лет 13-15, я не помню. Он написал в одном комментарии, все от 1900-го до, да я и не помню до какого года, в общем, 1924-й там год был, поэтому я хочу его отметить, вот это Ахмед Хажмурадов. Хажмурадов, Ахмед Хажмурадов, вам тоже привет. Так больше не пишите, хотя еще будет одна загадка про возраст, поэтому пытайтесь, и все получат привет. Ну, а сейчас, как вы поняли с названия, сейчас я вам хочу показать, вот у меня часто спрашивают, сколько водит курица. Я так сильно сам не заморачивался, точно не знал, но вот в этом году у меня было 5 или 6 квочек, сейчас точно не скажу, и как вы помните, у меня была одна кочка, которая изначально водила 45 цыплят, а потом она через 10 дней, ну, то есть она месяц их поводила, немножко понеслась, около двух недель, а, кстати, вот я все записал это сюда, все имена, чтобы не забыть, и все вот года, в тетрадочку. И вот она немножко понеслась, и через 10 дней, в общем, после того, как бросила цыплят, она сразу села. Она вывела, ну, там, сколько-то цыплят, я уже сейчас и не вспомню, и с инкубатора ей подсадил до 90. Потом еще сидела там с уткой белая курица, и я подложил, и с под той курицей, ну, там лупились цыплята, а через день, там, и каждый день по одному, по два цыпленка, и вот я докладывал, и, в общем, у нее получилось 100 цыплят. И вот только что я посмотрел видео, когда она вывела цыплят, это было 28 июля, сегодня 27 августа, вот сегодня без одного дня месяц, и сегодня она уже их бросила. То есть, она еще с ними вот здесь в доме, но она уже с ними не сидит, и когда она выходит, ходит по двору, если цыпляток не подходит, то она их начинает клевать. Вот поэтому я сейчас могу сказать, что куры водят примерно месяц. Это я говорю по своим. Там в сарае у меня есть еще одна курица, у которой было 120, вчера 10 цыплят я продал, у нее 110 цыплят, и она раньше вывела, чем эта, которая сейчас бросила, и она до сих пор водит. То есть, ровно месяц, это не предел, могут водить больше. Ну, эта курица, наверное, решила, что она опять понесется, и, возможно, еще сядет третий раз. Ну, и, в общем, как всегда, много разговариваю, сейчас я вам это покажу. Вот, сразу видно, вот я дверь закрываю, чтобы она не убежала. сразу видно, курица вот не сидит с цыплятами, и смотрите, когда к ней подближаешься, она, она уже ждет петуха. Вот она уже приседает, как будто собралась нестись. То есть, это уже не квочка. И с детками она не сидит. Вот ее детки. Их, как я говорил, здесь 100 штук. Но это тоже не точная цифра, потому что 3 точно сдохло, это я знаю. Ну, и сколько подсадил, я точно не помню. Цыплятам все хорошие. Вот есть меньше, те, которых я подсаживал позже. Вот их несколько. И вот, и вот этот черненький, он чуть-чуть постарше. Ну, вот эта глашейка, это из последних, которых я и подсадил. Ему, может, чуть больше двух неделек, а может и нету. В общем, вот эти все 100 цыплят теперь благополучно пойдут во двор. Вот они целый месяц просидели под красной лампой. Теперь мне опять придет большой счет с электроэнергией. Ну, ничего страшного, зато все цыплятка обогреты и здоровы. Он, кстати, тоже еще вот один манесенький есть. А еще, где курица убежала? Нету. А где она убежала? Здесь? А, вот она прилезла к перепелочкам. Что ты тут собралась найти, курочка? Ну, грибласа тут у кур, то есть у гусей. А вот та у курочка. Ну, думаю, в одном видео покажу немножко больше. та курочка, которая сидела с куткой на том дворе. И уже последних пять яичек, которые у него оставались, вот, вот этих цыплят, эти уже получаются самые маленькие, я уже побоялся отправлять туда, так как они манесенькие. Ну, думаю, пусть пять штук водят. Я им не лампочку, ничего не включал. Солому здесь в ящике всю выгреб. Постелил ту же самую тряпку. Корм стоит и водичка. Ну, водичка уже пустая, сейчас налью. И вот она водит пять деток. Это самая бедная курочка, у которой самое меньше деток из всех. Ну, они ее слушаются вот так. Ну, не писать что курочка. Смотрите. Оп! Точно хочет уже уходить отсюда, не хочет сидеть. Мне пишут, что я снимаю короткие ролики, поэтому сейчас будет длинный. У меня на телефоне двадцать минут свободных. Ну, двадцать минут записывать не буду, но сейчас вам покажу еще ту курочку, которую которая будет на улице цыплят. И, кстати, вот сварил гусиные яйца. Гуси несутся вообще хорошо, по пять, по шесть яиц в день. Вот наварил яиц, сейчас их почистю и скормлю цыплятами и тем, и этим. Вот сейчас вам покажу те, которые самые старшие цыплятки. Ну, вот побольше есть, разные, здесь разного размера. Вот они все ходят вместе с курами. Некоторые вон даже через забор научились перелетать, но они понимают и возвращаются назад. Сейчас вам еще пос... А, вот, кстати, пушок. Вот такая пушочек. Не знаю, как его звать. А, вот еще есть один цыпленок с такими скрученными пальцами на ногах. Когда вырастет, надо будет его убрать, потому что мне не нравится. А вот пушок. Петька, кстати, здесь прожился хорошо, никого не обижает, ходит себе спокойно. И на этом двору он перестал биться. Где убежал пушок? Вон. Вот пушок. В общем, красавчик. Кстати, сейчас уже вечер, но у нас жара. Невероятно, вот курица стоит, хекает. Жарко, девки. Петька. Сейчас вам покажу самых маленьких. Самые маленькие сидят вот здесь в сарае. Это мамка, вот их мамка. Сюда залетают и большие цыплята с улицы. А вот эта мамка намного дольше водит от той, которая бросила. Ну, примерно 5 недель она их уже водит. И они все ее слушаются. Они, конечно, уже меньше на нее обращают внимания, более самостоятельные. Но на ночь, вот сейчас еще не поздний вечер, но на ночь они все будут вот так садиться возле нее. Будет такая большая лепешка из цыплят. Вот они все выели. Сейчас им насыплю еще корма. Кстати, они не выели, а больше его рассыпали по полу, по земле и собирать не хотят. Надо еще часок подождать, они более-менее пособирают с пола. И вот, как я уже рассказывал, отдаю виноградную лозу и они ее хорошо едят. Вот такие цыплятки. Здесь есть два или три манипусеньких таких слабеньких. Даже не знаю, где они есть. Вот они разного размера, так как разного возраста. Это 40 у нее было цыплят, остальных я добавил, выпустил из дома. Цыпочка. Ну, некоторые вот вылазят, гуляют, и вот, и вот, то есть малышня. И вот, и вот. Ну, вроде все показал, что хотел показать в этом видео. Если вы хотите еще одну видео загадку, пишите в комментариях. У меня есть еще много что вам рассказать в форме загадки. В общем, всем пока. Пока.